Кирилл, я так рада, что ты честно упёр эту традицию Якубовича Да, просить подарки с наших гостей Анатолий, что ты нам принёс? Я вам принёс золотую муцу Как здорово, спасибо Любите футбол, играйте в футбол, говорите в футбол Говорите в футбол и освещайте футбол А я предлагаю поиграть прямо сейчас, Кирилл У меня вот мячики есть А, я предлагаю вот что Выиграть тот, кто набьёт больше Нет Да, я не набью больше Давай попробуем Я поддамся Ай, отдай мне Давай, Лиза, теперь Подержи эту муцу Я пока Золотая муца, золотая Подождите, набивать это как? Набивать это когда ты Ножкой раз, ножкой два И мячик не падает на пол Ты победил Теперь Кирилл, пока я разминаешься Пойдём вести программу В квитанциях ЖКХ может появиться новая строчка оплаты, а гневные посты в интернете превратятся в официальные жалобы А вот с футболом в Сарове всё не так понятно Что ждёт этот вид спорта в нашем городе? О чём говорит город, говорим, и мы обсуждаем самые интересные, на наш взгляд, события последних дней в эфире «Соседский Wi-Fi» в студии Кирилл Васенин Элидия Валентиновна Подключаемся Подключаемся Знаешь, Кирилл, мне кажется, после чемпионата мира наша страна превратилась обратно в нашу страну Что? Давай, давай переведи Оживились сайты Министерства внутренних дел И мне тут интересная статистика попалась на глаза Вот я, так как у тебя ничего нет, а у меня есть ноутбук и телефон, я тебе вот прямо поделюсь с тобой Взгляни просто на эту чудную статистику Количество негативных новостей на сайтах МВД, в регионах, до и во время чемпионата мира Вот самые такие показательные Смотри, Пензенская область С 15 мая по 14 июня 196 негативных публикаций С 15 июня по 15 июля Ноль! Коми, 119 против 4 Мурманская область, 115 против 0 Вот такая была интересная статистика И ты знаешь, да, у нас в Сарове тоже все затихло Представители правоохранительных органов не давали никаких комментариев Ну на той неделе мы, слава богу, все началось И мы наконец-то снова погрязли во всех дрязгах Да, да, да Ну вообще, как дела-то обстоят? Вот ты общался с представителями ГИБДД? Ну, на самом деле не все так страшно, как могло бы быть Ну, во всяком случае, по меркам Сарова Примерно то же самое, что в прошлом году За этот же период времени Примерно столько же пьяных водителей поймали в Сарове Да, друзья, у нас есть пьяные водители в Сарове Если вы вдруг не знали Ох, как неожиданно Да, двух мотоциклистов тут прям активно ловили, кстати говоря Поймали? Обоих поймали, оба были пьяны Как оказалось Оба понесут наказание Все происходило, но об этом молчали И прямо такое пятно в статистике, оно забавляет Не то чтобы как бы в защиту сотрудников силовых структур Но вот сказали сверху, ребят, молчите Вот ничего не давайте информации Они бы, может быть, и рады и про мошенников рассказать И там какую-нибудь про расчлененочку бы Господи, Кирилл, откуда у тебя мысли про расчлененочку? А может быть, действительно у нас все подобрели на период чемпионата мира И действительно ноль происшествий Ничего не происходило, не о чем отчитываться У меня ощущение, что мы играем в доброго и злого телеведущего Я верю в единорогов и в любовь Это шутка Я не верю в единорогов и в любовь Ну в любовь-то уж ладно, верь Давай мы больше не будем о плохом, давай о хорошем Минстрой Минстрой заботится о нас Заботится о нашей защите от террористов Минстрой Минстрой представил проект постановления правительства О антитеррористической защите многоквартирных домов То есть наших многоэтажек, где мы с вами дружно обитаем Их будут дополнительно защищать За наш с вами счет, друзья, представляете? Ну как я понял, там, грубо говоря, надо будет Надо, чтобы был у сотрудников силовых структур Доступ на крыше чердаки Это, видимо, какие-то замки должны быть Предполагается Предполагается установка сигнализации Дополнительный обход домов Осмотр этих домов То есть это должны быть какие-то дополнительные единицы Бонусом это строчка в квитанции об оплате То есть у нас будет газ, вода, тепло, домофон Антитеррористическая защита Мы, естественно, только за хорошее Что-то произошло, я что в управляющую компанию Пойду, скажу, ребят, я вам платил? Платил Вертайте за все мои деньги Вот действительно, да, этот момент как-то не прописан А если один человек в подъезде не платит этот налог? Его не будут защищать? То есть всяк защитили, 12-китарный дом всяк защитили Потому что если я не плачу за воду, мне отключают воду Я не плачу за газ, мне отключают газ Я не плачу за защиту Я знаю Вам сюда Вам сюда, да Если вы террорист, вам сюда Если вы задумали нечто плохое, вам сюда Поживем и видим, что называется Хотя когда-то мы говорили, что пенсионный возраст не вырастет Да подожди, Кирилл, с этим пенсионным возрастом А что не то? Ну у нас же еще есть два месяца, когда законопроект будет обсуждаться До второго чтения и, возможно, видоизменится Мы не знаем, каким он будет Нам осталось до конца сентября, Кирюша, подождать Возмущаться-то я могу? Конечно, возмущайся Вот, вот, вот Я устала работать, я уже так стар, мне пора на пенсию Возможно, да, вот эта вся волна народного негодования Она и даст какой-то эффект И сейчас митинги проходят во всех регионах и во всех городах У нас в Сарове, кстати, тоже прошел митинг И появилось очень много всяких интересных вещей Касающихся реакции на эту пенсионную реформу Ну, как, например, мне очень понравилась история с петицией на Change.org Ты слышал про нее? Конечно, конечно Что некая гражданка нашей страны предлагает отечественной медицине Поставить задачу отечественной медицине Снизить срок беременности российских женщин с 9 до 7 месяцев Как бы, да, многовато ходите с 9 месяцев Конечно, не, 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 ничего делать Конечно, работать надо, работать Я даже думаю, что можно еще ниже, еще 7 месяцев Семь месяцев? Два месяца? Ну да Как кошечка Выносил котеночка, родил, все, и давай работать до 68 Видимо, женщины не рассказывали, что такое физиология человеческая Ну, мне кажется, что это больше такой степ Кстати, под которым подписалась Вот у меня открыта эта петиция На данный момент почти 10 тысяч человек Люди... Ну, ради Кохмы, мне кажется Ради Кохмы, но действительно В комментариях люди разделились на два фронта Некоторые говорят о том, что Да, это смешно, это забавно Давайте пошутим, распишемся Другие говорят Что вы делаете? Вдруг наше правительство примет эту петицию Как руководство к действию Кирилл, как часто ты жалуешься в интернете На то, что тебя тревожит? Я вообще тебе скажу честно Что я в последнее время вообще Вообще стараюсь в интернете Вот, ну, глобально ничего не писать Особенно ничего не комментировать Это тебе пакет яровой так? Стревожил У меня работа на канале 16 Так Боюсь, что мое личное мнение Будет восприниматься как мнение редакции Мне бы этого не хотелось, поэтому Поэтому твой инстаграм похож на девочки Хорошие салфачочки, котики, да Улыбаемся и машем Фитнес Фитнес? Ты серьезно? Это Это пресс На самом деле я специально одеваю подушку Под футболку, чтобы вам казалось, что я всегда толст Кирилл, лучше бы ты ее надевал, конечно Вот все можете надевать А я буду одевать Я представила картину Кирилл сидит дома и одевает подушку Натягивает на нее платьишко Завязывает ей бантики Это так мило Такая вот дилемма К чему я завела этот разговор, мой дорогой друг Опять-таки у нас нововведения Региональные и муниципальные власти Обяжут реагировать на гневные посты Вот ты написал что-нибудь в интернете Как нам на городской дозор звонят жители Говорят, у нас не ремонтируется крыша Вот уже второй год Мы едем, снимаем репортаж И что-то происходит И власти реагируют, ремонтируют Теперь они могут в инстаграмчике Сфотографировать эту крышу Написать с хэштегом Сделайте крышу Или доколе написать, что наша крыша Не ремонтируется И власти обязаны будут отреагировать Инициатива как будто бы хорошая Как будто бы Но я опять чувствую, что да Что-то гаденькое превратится Будут обязательно использовать ее тролли Для того, чтобы что-нибудь написать плохое Обязательно это должно будет произойти Пока не вырубится механизм Который позволит из этого избежать А я думаю, что чтобы усугубить ситуацию Нужно рядом с этой крышей Ставить фотографию чиновника Который за это отвечает И писать там Иванов Сергей Петрович Не справляется со своей работой Вот стыдно А потом и плюс И добавлять И чтобы внизу начальник этого чиновника писал Минус 10 тысяч к премии И все, весь интернет ему лайк, лайк, давай, красавчик Репосты, короче Видали, видали, его наказали прям прилюдно Главное, чтобы потом за эти репосты Никого не привлекли А вдруг он из Единой России А там нельзя порочить честь Замкнутый круг? Круг замкнулся Все, кто не успел установить дома водонагреватели Сметают с прилавка в ковши и тазики Горячая вода Давай, до свидания И это, к сожалению, не самая грустная новость недели По данным канала Лентач Депутаты Единой России Предложили внести поправки в закон О порядке выезда и въезда в Российскую Федерацию В соответствии с которыми Визовым центром нужно будет получать аккредитацию Министерстве иностранных дел Заявленные требования не сможет выполнить Ни один из действующих визовых центров А значит, если поправка пройдет То нас ждут километровые очереди А большинству россиян придется ехать за визой за 39 земель Хотя не так Большинству россиян придется любоваться миром Через экраны своих ноутбуков Зато бесплатно Скандалом недели, безусловно, стала новость Об увольнении режиссера Стражей Галактики Джеймса Ганна За неуместные, если не сказать оскорбительные шутки Опубликованные в Твиттер несколько лет назад О дальнейшей судьбе третьей части Стражей пока ничего не известно Самая приятная новость недели пришла с просторов издания «Медуза» Съемочная площадка реальти-шоу «Дом-2» может пойти под снос А вместо поляны пройдет автомобильная магистраль между районами Соларьева и Марина Неужели я дожила до этого дня? А вот бывшая ведущая этого самого проекта Ксения Собчак После провала с президентскими выборами зарабатывает как может На Медиаликс появилась информация, что Ксения сделала в своем инстаграм Пост с рекламой дорогой водородной воды Нет, вы не ослышались Водородной воды Ксения рассказала подписчикам, что водородная вода – это лучший антиоксидант Она заряжает клетки энергией, активно увлажняет кожу и помогает в детоксикации организма Так как любая вода частично состоит из водорода На Собчак обрушилась волна шуток про кислородный кислород, азотный азот и просто школьный курс химии Она, конечно, попыталась оправдаться, что имела в виду просто воду, дополнительно обогащенную водородом Но было уже слишком поздно Мы щедро делимся нашим соседским Wi-Fi И сегодня к нему подключается наш гость Анатолий Куликов Это председатель Федерации футбола в Сарове Анатолий, привет! Привет! Здравствуйте! Подключайся к нашему Wi-Fi Сегодня у нас такой пароль Мимоворот? Нет, не попал Не попал Я думала, будет вот этот модный футбольный хит «Малоголовин» Малоголовин? Главное, чтобы никто не видел, что здесь баскетболисты Да-да-да, все обратите внимание Вот там на крупном плане обязательно потом покажем Баскетболист на чехле! Анатолий выбрался чехол не с футболистом, а с баскетболистом Поехали! Анатолий, завершился целый месяц, когда все говорили только про футбол Футбол на завтрак, футбол на обед, футбол на ужин Все новости только про футбол, все мысли только про футбол Месяц закончился футбольный, мы возвращаемся в нашу реальность И вспоминаем о футболе местном И вот мы знаем с Кириллом, что у нас, например, с ФК Саров такая грустная ситуация Складывается, что клуб может покинуть уже сейчас участие в чемпионате Из-за нехватки финансирования Вообще, как с футболом дела обстоят в Сарове? Потому что вот как-то грустно ФК Саров, это относится как-то к федерации футбола? Или они и до отдельной жизни живут люди? ФК Саров – это флагман саровского футбола И как бы ни хотелось бы, он все равно связан с саровским футболом Все развитие саровского футбола должно строиться вокруг первой, скажем так, команды Которая сейчас представляет ФК Саров Да, дела идут негладко, но я думаю, Сергей Георгиевич сделает какие-то шаги Предпримет какие-то меры Я думаю, что все-таки команда сохранится и будет участвовать она дальше Ну я смотрел, тут были новости, что опять начали играть И даже кому-то с Павловским торпедой они играли, да? Буквально несколько дней назад С Шахтером спешил они, они 1-0 сыграли Ситуация, Кирилл, такая, что было выделено финансирование футбольному клубу 2,5 миллиона Уже на этапе в конце прошлого года выделения вот этих средств Безруков приходил на Думу Он говорил, нам не хватит этих денег, их мало Нам нужно еще 1,2 миллиона как минимум И мы сказали Ну не в два раза, на треть больше Ему сказали, не переживай, мы в корректировке предусмотрим И в общем-то ребята ввязались Они обе команды выставили, основную и дубль И вот сейчас такая ситуация, что денег до сих пор нет Очередная корректировка, она не предусмотрела Эти миллион двести и сидят наши футболисты и руками разводят Почему все так? Вот опять-таки небольшой анонс для наших телезрителей Во вторник выйдет интервью с Сергеем Безруковым Где он подробно опишет ситуацию с ФК Саров Это будет актуальное интервью Интересные детали, посмотрите, вы все узнаете Меня сейчас больше интересует, почему так вышло Потому что финансировали-финансировали Было примерное понимание, была смета на эти 3,5 миллиона, на 3,700 И потом какое-то время назад, два года, наверное, начали резать футбол Почему? Ведь футбол это игра, которую любят, смотрят Которая страна принимала чемпионат мира Не знаю, почему так происходит Но печальная, конечно, картина Не хотелось бы терять основную команду ФК Саров, представитель в региональном чемпионате А тяжело попасть? Не знаю, не знаю, что происходит Почему такая вот ситуация Почему недовыделение бюджетных средств идет Будем надеяться на лучшее Будем верить в слова депутатов Которые обещали Сергею Георгиевичу Выделить деньги, как вы говорите, по осени Ну, мы будем играть в футбол Конечно, команда у нас в городе должна Как минимум представлять наши интересы на региональном хотя бы уровне Хотелось бы и команду третьего дивизиона видеть у нас Чтобы и болельщики ходили Был праздник футбола и вернулся на трибуны А болельщики не ходят? Да нет, почему? Ходят И после чемпионата мира и во время чемпионата мира Все больше и больше интерес к этой игре привлекает людей Даже вот я заметил, осудил во вторник чемпионат города Уже на трибунах гораздо больше людей присутствует на матчах городского масштаба Причем люди, насколько мне известно, ориентируются в командах Кто кому чего проигрывает То есть люди не просто пришли посмотреть визуальную картинку Люди шарят там Благодаря канал 16, которые приходят, освещают Мы стараемся Мы людьми футбол Но из того, что мы ходим туда по работе Вот я, например, не знаю Платно туда вход для горожан? Нет, абсолютно бесплатно То есть на любой матч можно попасть бесплатно? И даже на ФК Сарок А почему не сделать платный вход? Символически Вы как 700 рублей на матч, хоба Хоккеисты по 100 рублей, допустим, берут за матч Насколько я знаю Почему бы не сделать футбол платным? 100 рублей это не такие большие деньги Ну, во-первых, надо на поле зрелищность вернуть Чтобы люди пошли И там уже исходить от этого Вот, а давайте разовьем вот эту тему А что нужно? Работать с командой Работать И не только в плане финансирования добиваться Можно и теми средствами обходиться, грубо говоря Не привлекая легионеров из Мордовии Из каких-то других регионов Или из Нижегородской области У нас своя школа футбольная Зачем нам легионеры? У нас целая лига, в которой играет 500 команд Но, к сожалению, у нас ситуация обстоит так Что не все выпускники детской и юношной спортивной школы ИКАР Попадают в основную команду В силу объективных каких-то причин Может быть, даже субъективных Кто-то ломается Не сразу в основной состав попадает Кому-то это не нравится В плане психологии Долго сидеть на лавке И все это потом в середине лета бросается Уезжают на отдых Или еще куда-то И вот все вот так вот А с легионерами как лучше? Честно не знаю У нас нет денег Какие легионеры? Ну, допустим, есть деньги Кого лучше-то? Своих местных привлекать в команду? Или все-таки нанять людей, которые, ну, грубо говоря Я скажу так Если я бы строил команду Если бы я строил команду Это мое личное мнение Сейчас фантазии начались? Да То, конечно, какие-то лидеры Которые потащат за собой коллектив Они должны быть И если таких нету в городе То их надо найти где-то Хотя бы одного-два человека Которые будут давать толчок какой-то молодежи Не только тренер должен командой руководить Ну и авторитетные люди, скажем так Опытные футболисты Как бы все это должно быть вкупе А как определить опытный, авторитетный футболист в команду пришел или нет? По игре, мне кажется Ну, во-первых, конечно, по игре А если он, грубо говоря, говнюк в жизни? Ну, вот знаете, как мне кажется Я, конечно, никогда в футбол не играла и со спортом глубоко на вы Но мне кажется, что в командной игре Ты не можешь быть, извините, процитирую, говнюком Потому что, ну, ты не сможешь Это не теннис Это не теннис, когда ты сам за себя играешь Это команда, в которой на поле должны взаимодействовать Одновременно 11 человек В точку Когда 5 человек играет, 6 не играет Это не играет Это называется мучение Да, мы видели такие примеры раньше Ну, хорошо, а можно я вот тактическую ситуацию предложу А ты скажешь, можно так сделать, Ильин? А ну, допустим, вот все плохо в команде, да? Ну, плохо в смысле, там, финансирования нет Ну, давайте распустить команду Просто сказать, ребят, все, ФК Саров перестал жить Его нету больше команды такой И просто набирать молодых людей Тренироваться, играть там, не знаю, вот на уровне города Потом подниматься чуть повыше и так далее, и так далее То есть начать все сначала Вариант или нет? Конечно, как вариант Но я думаю, Сергей Георгиевич, опять же, повторюсь Препримет какие-то шаги И все-таки для сохранения команды И мы не потеряем Тут надо только помочь человеку Ну, я не знаю Как мы можем помочь? Поддержать Вот как вот чемпионат мира начинался В нашу сборную, как все хаяли И корреспонденты, и болельщики И черчесовые усы хотели сбрить Да, да, да Ребята наши взяли, сплотились И доказали, что футбол... Ну, потом эти же журналисты, которые хаяли Они прямо публично приносили извинения Этот же Юрий Дудь Который переобулся И поставил хэштег «Футбик жив» И доказали, что российский футбол жив И все более интерес к российскому чемпионату Интерес после чемпионата мира Огромный такой толчок Я думаю, что люди пойдут Ну, надо... А может зрелища добавить? Надо качеством показать игру Чем лидеров вывести? Да, да, правильно мы говорим Ну, может быть, надо рассмотреть этот вопрос На хоккей, кстати, ходят смотреть на девочек Мальчиков бегающих, раздающих шарики, например А что-то на меня смотрит Я и буду раздавать шарики А почему? Почему ты не хочешь помочь нашему футболу? Раздавал бы шарики Слушайте, я вот... Можно я вот такой на бытовом уровне опять-таки зайду? Помнится мне несколько лет назад Когда хоккейному клубу Саров понадобилось Понадобилось обновить площадку И на это выделились деньги Достаточно немало И по тем временам Это было что-то там, наверное, 3 что-то там миллиона Если я не ошибаюсь Но в цифрах могу ошибаться, конечно Так вот, развилась нешуточная война А надо ли вообще содержать клуб Который является фарм-клубом чего-то? Там не о трех миллионах речь шла Там была сумма намного более крупная Крупная сумма А престижная или не престижная? Или можно уж и не содержать команду Которая особо ничего и не выигрывает? Саров Это небольшой город И вот, откровенно говоря Выходные здесь заняться особо и нечем Вечерами Ну куда сходить? Город находится в периметре Поэтому футбол, хоккей Это же всегда здорово Вот у нас вернулась в хоккей Первая лига Это же, ну, насколько круто Все ходили, болели за нашу команду Да, Саров Инвест Они еще стали чемпионами Они сейчас вышку хотят заявляться на этот сезон И это круто Это всплеск И с каждым матчем Я ходила на все матчи Народу все больше и больше Потому что, ну, это интересно Всегда здорово болеть за свою команду Будь то хоккей, футбол, баскетбол А убить команду всегда просто И просто к тому, что эта мысль однозначно всплывает всегда Когда идет процесс обсуждения, как бы, городских денег Как бы Просто, ну, сидеть на бюджете Это всегда такая, ну, палка о двух концах Захотели обрезали, захотели добавить Какие люди, с какой стороны, в какой момент времени присутствуют Поэтому вот опять Я, допустим, готова платить за поход на матчи Я думаю, что вот настоящий поклонник футбола Но не обеднеет от 100 рублей Ну, тут опять же, была бы зрелищность Было бы качество самой игры И если бы показывали результат стабильный То, я думаю, больше зрителей пошло бы И тут можно было бы рассматривать вопрос уже О плате за проход Ну, я думаю, на уровне города Ничему все это Люди должны приходить и болеть за свою команду Подошли к городскому чемпионату Как вообще вот на этом уровне у нас с футболом? Много желаний? Ограниченное количество команд какой-то? Или вот сколько будет появляться с всех чемпионатов? Ну вот, к началу чемпионата у нас было 13 команд Это много или мало? Ну, два года назад у нас было 10-11 То есть стабильный результат Результат какой-то уже есть Появляются новые команды А я предлагаю, Кирилл, давай спросим У Саровчан вообще ходят они на футбол, на местные матчи или нет? Поинтересуемся Да, тоже интересная затея Ходите ли вы на домашние матчи по футболу? Редко А почему? Работаю А что нужно сделать, чтобы вот вы пришли? Раньше с работы отпустить Мне больше нравится биатлон Болеете за футбол? Не болею А почему? Ну, потому Делок других много К сожалению, я не хожу А почему? Ну, у меня ребенок маленький, работа ответственная Ну, не до этого Да, хожу, бывает Бываете? А за кого вы болеете? Я просто играю во второй лиге А за кого болеете? За наших А хотите вообще болеть за наших ребят Саровских? Нет А почему? Ну, откуда я знала, что когда у них игры, тем более занят Ну, интернет же есть Ну, интернет есть, да Я не знала, короче А что нужно сделать, чтобы вы вот пришли и поболели за наших ребят Саровских? Ну, лучше играть Ну, чтобы мы там играли, вот Ну, должна быть хорошая реклама Ну, и тоже пиар должен быть Возможно, время найти просто А что нужно сделать, чтобы вот вы взяли и пошли на футбол? Пообещать зрелищную игру Вот я вам обещаю зрелищную игру, вы пойдете? Конечно Что сейчас в городском чемпионате происходит? Просветите нас немножечко В городском чемпионате Все хорошо Идет бойня, я бы сказал В двух словах кто, чего, кого В двух словах можно охарактеризовать наш чемпионат так Значит, команда Буря есть не команда Авангард Традиционные лидеры В последних лет на пятки им уступает команда ВЧ Динамо Да, Динамо ВЧ И команда строительной компании Терем Ну, у других коллективов дела идут немножко похоже Но это футболисты-любители Они там инженеры, учителя Разные профессии Да, продавцы И вот в свободное время они надевают бутсы и пинают мяч Да Как вообще, насколько профессионально они делают? Интересно смотреть за игру или нет? Интересно, зрелищно Ну, некоторые игры, вот, главным судья в поле выходишь И приходится попотеть Побегать за ними Приходится побегать, да По моменту добегать за мячом за каждым моментом Чтоб принять единственное правильное решение Единственное правильное решение А часто спорят судьи наши игроки? Очень часто Я просто смотрю у нас Я слешу, как бы, за чемпионатом Постолько, поскольку по работе Приходится его освещать в программе дополнительное время Карточки только в путь Из тех 25 человек, которые присутствуют на поле Там 22 футболиста и 3 судьи Самый незащищенный класс от нас судей Вот, и тот, и тот, и тот человек Который обладает какой-то взялой харизмой Я думаю, может только справиться с этими эмоциями С одной и с другой стороны А тот человек, который, ну, немножко, скажем Силу своей слабохарактерности Может где-то и поплыть Вот такая вот сложная работа Судить футбол Поэтому в плане судейства у нас На самом деле вопрос давно повис Мы пытаемся его решить Много в этом году уже и молодых ребят Привлекаем там на второй лиге И сбоку они там первую лигу начинают судить Но все равно вопрос очень, очень, очень в воздухе повис давно Пора приглашать из-за города кого-нибудь, из-за зоны Да нет, я думаю, своими силами надо справляться Просто надо немножко тут поменять Воспитать своих судей Да, в этом году у нас много красных карточек Много замечаний Да, и санкции, кстати И санкции очень Санкции США? Серьезные Нет Санкции к игрокам, которые получают Ну, например Ну, начиная от дисквалификации на какое-то количество игр Заканчивая банальным просто штрафом Это вот так все по-серьезски По сути в любительской лиге? Денежный штраф Да Это прописано в положении лиги Да Она же любительская городская чемпионат Разница Как-то надо бороться Все во взрослом И не секрет, мы тут про деньги как бы легко разговариваем Не секрет, сколько стоит красную карточку заслужить Смотря какой момент Все это не просто так Ну, примерно, ум до штрафа Ну, 500 тысяч И платят, исправно говорят Да я и поиграть просто не буду Кто как этому относится Мне кажется, что если это любительский чемпионат Они прямо горят этим, они выходят Вот смотрите у нас Или оплачивать, знаешь, что Нет, я вам скажу Деньгами из монополии У нас на городском Деревянными Деньгами из монополии У нас любительская лига И деньги любительские лига А жив ли детский футбол в Сарове? Да, детей много Есть ли шансы у ребяток Вот из небольших городов Вроде нашего Сарова Выйти в большие клубы? Как Денис Черышев попал в Испанию Папа его туда увез У папы были деньги Папа его воспитал То есть деньги решают все это? Ну, конечно, деньги решают Ну, детский футбол, детский футбол Из бюджета тех денег, которые выделяются на детский спорт На самом деле Их очень не хватает И чтобы показать футболиста, ребенка Который играет в футбол Его надо возить На разные турниры Чтобы там смотрели представители разных школ Только так лишь Боит удачи Ну, это же печально Есть деньги, значит, ты выстрелишь Нет денег, значит, будет твой талант Закопан землю и станешь ты инженером Да, можно, наверное, утопический вопрос задам Но все равно, наверное, любой, грубо говоря, функционер Коим ты являешься председателем федерации Рассуждал на тему Сколько надо денег, чтобы все закрутилось так, как надо Если бы у меня было так 10 миллионов в месяц Саровский футбол Это чтобы у всех были, грубо говоря, равные возможности Мы могли играть там, где хотят И чтобы мы могли детей, допустим, вывозить, показывать другим 10 миллионов всего По минимуму, да Не такие уж большие деньги В общем-то, да Коего дома стоят дороже Я думаю, на этом мы футбольную тему закончим Я знаю, Кирилл, у тебя есть нетрадиционная рубрика Для нашего гостя Сегодня мы с тобой будем играть в игру, которая называется Конечно Третьего не дано называется игра Погнали Попробуем Простуда или похмелье? Простуда Кофе или чай? Кофе Шайба или мяч? Мяч Кеды или кроссовки? Кеды Сухарики или чипсы? Сухарики А-та А пиво будет? Сейчас дойдем Брендель или коньяк? Коньяк Агутин или варум? Варум Варум нить Взятка в 50 тысяч или штраф? Кирилл, вопрос, который ставит в тупик Не то и не то Маленький котенок или старая бабулька? Кого первого спасать? Бабульку Обманывать или быть обманутым? Обманывать Есть, все Последний вопрос Анатолий, напоследок бомбим фаттак Ну а на этом действие нашего соседского вайфая подошло к концу С нами был Анатолий Куликов Ну а с вами мы увидимся ровно через неделю в этой же студии Обсудим самые интересные, на наш взгляд, события предстоящей недели Всем пока Всем спасибо, до свидания Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!